О чем глава говорил с предпринимателями в Нижнекамском районе переписали животных и 140 ударов в минуту выступили в клубе. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Нижнекамские предприниматели рассказали местным властям о том, что им мешает работать. По мнению представителей малого и среднего бизнеса, это большое количество проверок со стороны контролирующих органов. Непростой диалог состоялся на заседании комиссии по обеспечению социально-экономической стабильности в районе в условиях финансового кризиса. Айдар Метчин предложил предпринимателям внести свои предложения. Подробнее об этой встрече в 18 часов 30 минут. Сколько в Нижнекамском районе лосей и лист местные охотоведы провели своеобразную перепись населения и листового населения. И если раньше делать это приходилось на лыжах, то уже второй год подряд ведомство осуществляет проверки и рейды на снегоходах. Вместе с ними на встречу к зверям отправилась наша съемочная группа. Кого удалось встретить корреспондентам, вы узнаете в итоге в выпуске новостей в 18 часов 30 минут. Чувашскому ансамблю Шинкараф исполнилось 25 лет. Основателем ансамбля в 1990 году был Борис Никитин. За это время у коллектива накопился большой репертуар. Они участвовали в разных городских мероприятиях, покоряли Россию и мир. Сегодня в Нижнекамске проживает около 7 тысяч чувашей. В городе существует фонд поддержки чувашской культуры и языка «Духовный взлет». День Святого Валентина под 140 ударов в минуту. Впервые в нашем городе выступила популярная группа 90-х. Радиостанция ДПМ Нижнекамск пригласила группу 140 ударов в минуту на очередной дискач 90-х. Во время пресс-конференции музыканты поделились своими творческими планами, а после концерта все желающие могли сфотографироваться с ребятами и получить их автограф. По словам гостей, Нижнекамск очень хорошая и отзывчивая территория. Переменная облачность с прояснениями обещают сегодня синоптики. Температура воздуха минус 10, минус 11 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 5 метров в секунду. Но а где будут лечиться дети из Нижнекамского района и сколько минут потребовалось нефтехимику, чтобы выиграть татарстанское дерби? Об этом и не только. В следующем выпуске новостей оставайтесь с нами и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077, также сообщения можно присылать через наш сайт ntrtv.ru. До встречи!